Шаббат шалом Это было действительно особо. Не так часто мы видим, когда выносят сразу двоих сюда, но одна семья. И я вот так сидел и думал, вот смотрите, отцы, к вам обращаюсь сейчас. Один отец заменяет двух служителей. Видите, он один держал двоих, а мы каждый по одному держали только. Поэтому пусть Бог благословит каждого отца в каждой семье, в каждом доме. Пусть благословит каждую мать, чтобы мы были мудрыми и семьи наши действительно служили нашему Господу. Каждую субботу утром в нашей церкви идет учение. Мы так его называем, хотя его можно назвать очень по-разному. Кому-то оно очень нравится. Я знаю людей, которым очень не нравится. Я таких и таких встречал. Я понимаю, что всем людям бывает очень трудно угодить. И как порой люди говорят, ну у вас как программа, она идет, вот все. Да, да, как программа. Потому что мы считаем, что так и должно быть. Иногда люди хотят жить только эмоциями. Но вы знаете, эмоции, они зависят от внешних обстоятельств. Радостно человеку он радуется, грустно человеку ему грустно. А мы хотим, чтобы у нас основание нашего учения, на котором мы стоим, чтобы это было твердое основание. Чтобы мы знали, почему мы верим так. На каком основании мы верим так. Почему мы именно вот к такому учению приходим. И вы знаете, каждый раз, когда мы идем, эта последовательность одного за другим, она открывает, вот лично мне, открывает новые совершенно понимания Слова Божьего. Тема моя сегодня не из легких. Она называется, вообще там две темы будет, но первая часть ее это сердце человека, а вторая часть это тело человека. И вот совместить все это. В прошлый раз Руслан очень глубоко раскрывал дух, душу, взаимоотношения, что к чему относится. Но вот я рассуждаю даже на протяжении этой недели, о том, что мы слышали прошлую субботу, или о том, что мы будем слышать сегодня. Мне единственный стих, который проходит на память, или единственное место священного писания, это четвертая глава к евреям, где сказаны такие слова. Ибо Слово Божье есть меч обоюдоострый, он проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные, и нет твари сокровенной или сокрытой от него, все обнаженно и открыто перед ним. Вот мы можем думать, это относится к духу, это относится к душе, это относится к телу, а потом мы можем понять через некоторое время, да все мы напутали и не так, не во всем мы разобрались, но Слово Божье, оно проникает, оно разделяет. И поэтому печально, что сегодня люди очень мало читают Слово Божье. Это абсолютная правда. Потому что сегодня развилась зависимость, и эта зависимость не от наркотиков, хотя такая зависимость существует, и она очень вредна и пагубна, не от алкоголя, тоже пагубная зависимость, не от курения. Сегодня развилась одна зависимость, которая называется от электронных девайсов, когда люди не могут быть без них, они занимают массу ихнего времени. Хорошо, когда это используется для изучения Писания, плохо, когда это просто для игр, для развлечений, для занятий времени и так далее. В результате этого человек все меньше и меньше и меньше познает Слово Божье, жить, начиная Словом, питает своего человека. И в результате этого сердце человека может быть не в том должном состоянии, в котором оно должно находиться. Поэтому я назову наше учение сегодня «Храни сердце твое». Храни твое сердце. Вы знаете, это очень важная тема. Я вот обращаюсь ко всем вам. Поверьте, тема, над которой мы будем говорить, она очень и очень важная. Я понимаю, что сердце, которое сейчас прилеплено к Богу, сердце, место, которое занято Богом, вот именно сейчас это сердце будет искать лица Господня. Она будет слушать это Слово Божье. Она будет стараться вникнуть в Него. Сердце, которое занято чем-то другим, ну вы сами, в общем, все видите и понимаете. Давайте мы продолжим. Место первое, которое я хочу читать сегодня, это будет притчи, четвертая глава, и это будет небольшой текст 20 по 23 стих. «Сын мой». Какие обращения отца к сыну? Вот я просто обращаюсь ко всем, кто находится в этом зале. Услышьте меня сейчас. Услышьте, я прошу вас, услышьте. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего». Храни их внутри сердца твоего. Первое, что мы начинаем видеть, вот читая этот стих, оказывается, сердце наше, есть такой сосуд или такое место, в которых можно хранить слова. Вот смотрите. «Слова моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих». Что очень важно. Значит, мы должны наши глаза практиковать в том, чтобы они читали, читали, читали Слово Божие, вникали в него. Но при этом через наши глаза, это ворота в наш разум, глаза и уши, это то, как мы получаем информацию для нашего разума, они проникают в наше сердце. И вот в этот самый момент, говорится, «Храни их внутри сердца твоего», потому что они жизнь. Вы знаете, сколько люди тратят на здоровье? Сколько люди тратят на лекарства? Сколько люди стараются, чтобы иметь крепкое, хорошее здоровье? Когда здоровье может человек иметь, имея Слово Божие, а не жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела. Посмотрите. Когда человек словам Божьим, словам Писания внимает, что происходит с человеком? Он начинает понимать, что есть чистое и нечистое, что уже значительно увеличивает шансы здорового тела у человека. Потому что все нечистое абсолютно разрушает тело человека. Дальше. Когда человек внимает Словам Божьим, его душевное состояние, его внутреннее состояние обретает покой, потому что имя Господа – крепкая башня, убегает из нее праведник и бывает безопасен. У него покой, даже когда вокруг бушуют разные бури, в сердце у него покой, в сердце у него мир, в сердце у него радость, несмотря на все обстоятельства жизни, которые его окружают. Поэтому в результате этого человек, через эти слова, сохраненные в своем сердце, имеет жизнь и здравие для всего тела его, что очень важно нам всем запомнить сегодня. Поэтому, поэтому это же самое место притчи, больше всего хранимого. Храни. Не машину свою крутую, не натирай диски на ней, чтобы они блестели, потому что это самое дорогое для тебя в жизни. Не самая крутая мебель, не самый дорогой дом, больше всего хранимого, больше всего храни сердце твое. Храни твое сердце. Вот почему я сегодня именно так назвал тему нашего учения, о котором мы рассуждаем. Храни сердце твое. Потому что там, оттуда во все источники жизни. Оттуда во. Что удивительно, что прежде чем эти источники начнут исходить из нашего сердца первоначально, они туда заходят в это сердце. Потому что этот сосуд наполняется тем, что человек в него вкладывает. Если он через глаза свои смотрит всякую нечистоту, если через уши свои слушает все плохое, и оно складывается у него в сердце, и оно начинает храниться, то как оно может сохранить и быть источником жизни, когда по сути своей она является весьма нечистым, мерзким, скверным для человека. Вот почему Писание говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него все источники жизни. Конечно, всем сразу задается вопрос, а что такое сердце? Вот мы уже услышали, что его надо хранить, что туда надо складывать все, что там беречь его надо так сильно. А что это такое? Вы знаете, у нас есть орган, вот здесь, вот в этой области. Каждый из нас может положить руку и услышать, как она тук-тук-тук-тук стучит в сердце у нас. Но это орган нашего тела. Он очень важен. Он очень важен. Он разносит жизнь по всем клеткам, множественным клеткам нашего тела. Если он только перестанет биться, то после этого, говорят, смерть человеку. Жизнь его пришла к концу. Но что такое сердце, о котором мы сегодня говорим? Что с ним нужно делать? Как нужно поступать? Давайте прочитаем место священного писания. Я перенесусь евреям, 10 главу, 21-22 стих. Это мне очень глава нравится. Вообще 10. Вообще все послания к евреям, это одна из любимых книг. Кто слушает мои проповеди, вы знаете, что я очень часто оттуда цитирую, очень часто обращаюсь туда. И вот стих «Имея великого священника над Домом Божьим». Молодые братья, которые опустили голову и не слушают меня внимательно. Можете сказать мне, кто наш священник в нашем доме? Кто этот священник в нашем доме? Кто может ответить? Кто священник великий над Домом Божьим? Наша церковь как называется? Дом Божий. Кто священник в этом Доме Божьем? Иисус Христос. И другого нету. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы это поняли и осознали. Но вот приступаем. Вот как мы подходим к этому делу. Какое действие мы совершаем? «Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем». Смотрите, значит, сердце наше может быть искренно или неискренно. Это уже по состоянию нашему, в котором мы находимся, оно определяется, она искренно или неискренно. «С полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Вот смотрите, сердце может быть искренное, сердце может быть неискренное. Сердце может быть чистое или сердце может быть нечистое. И самое главное, что в этом сердце, вот в сердце, находится совесть. И вот вопрос. Человек должен это делать. Когда он приступает к служению Богу, он должен совершить это действие. Он должен краплением очистить сердце от порочной совести. Это очень важное действие. Давайте мы порассуждаем. Совесть – это функция нашего духа. Она то оправдывает, то осуждает наши действия и поступки. Она напрямую вложена в нас, в нашу суть, в наше естество от Бога. Поэтому совесть, она то оправдывает, то обвиняет человека. Советские люди все должны помнить. Входишь в троллейбус, там такая надпись – «Совесть лучший контролер». Мы помним такие надписи, когда мы ездили. То есть, если ты едешь, ты купи абонент, билетик, прокомпенсируй его. Ну, я понимаю, люди, которые родились и выросли в Америке, они это даже трудно представить, потому что очень мало ездят люди здесь на общественном транспорте, большинство на своем. Итак, сердце свое надо очистить от порочной совести. Вопрос, а как эта совесть, которая вложена в человека от Бога, вдруг может оказаться порочной? Кто ее опорочил? Другими словами. Кто сделал так, что совесть наша вдруг стала такая, что она нуждается в очищении сердца? Опять-таки, вспомните, глаза и уши. Глаза и уши, действия и поступки, слова и дела человека, они в конце концов проводят его в такое состояние, что человек перед Богом уже не начинает быть в такой чистом состоянии. И поэтому Писание, и я обращаюсь теперь в Второзаконие, 10 глава, 16 стих. Бог в своем законе нашел необходимым и важным написать такое слово. Вы знаете, Библию разделяют на заповеди, уставы, повеления, слова мудрых людей и так далее. Но вот именно это кто сказал, братья и сестры? Это Бог сказал. Кому сказал? Каждому человеку, кто приходит к нему на служение. Без исключения, каждому человеку. Он говорит, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковынами. Это обязанность, которую должен сделать каждый человек. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Как это сделать? Опять хочу напомнить, не об этом органе речь идет. Не об этом. Мы поймем чуть позже это все. Но как это сделать? Как сделать это обрезание? Давайте мы перенесемся в другую книгу Закона Божьего, книгу Левит, 26 глава, 40 стих. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Заметьте, речь идет о людях. И у людей должно произойти следующее действие. Они должны признаться в своих беззакониях. А слово «беззаконие» означает грех, потому что Иоанна написана, «Ибо всякий грех есть в беззаконии». То есть, другими словами, я могу сказать, они признаются в грехах своих и в грехах отцов своих. И это будет абсолютно одинаково. Все грехи есть в беззаконии. И вот люди должны признаться в этих беззакониях, в этих преступлениях, которые они делали, что я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда, тогда покорится необрезанное сердце их. Вот что Бог говорит, что происходит с сердцем, как оно может покориться Богу? Как оно может покориться, необрезанное сердце? Она происходит именно через то, что человек признает свою вину, признает свой грех, признает свое беззаконие. И это действие должно происходить в жизни любого человека, который хочет быть в тесной близости с Богом, чтобы его дух соединился с Божьим Духом, и чтобы Божий Дух жил в его теле, в храме живущего Святого Духа. Должно быть обрезание, а это обрезание происходит через то, что человек совершает покаяние в своей жизни, признается в своем беззаконии, исповедует это, отрекается от всего этого, изменяет свой образ жизни, потому что покаяние замечает поворот, человек поворачивает, изменяет свой образ мышления, и тогда их необрезанное сердце встает обрезанным, покоренным Богу, потому что человек покоряет это сердце Богу. И тогда я вспомню завет мой с Яковым, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом, вспомню и землю вспомню. Господь говорит или напоминает о заветах, которые Он вспомнит, если человек обрежет свое сердце. Вот почему это так важно. Что еще относится к сердцу человека? Второзаконие, 15 глава, 9-10 стих. Речь идет о буквально жизни нашей с людьми, окружающими нас, с кем мы соприкасаемся, с кем мы общаемся, с друзьями, соседями, родственниками, братьями, сестрами. И вот в Таразаконии Бог говорит народу своему, народу израильскому, берегись. А что означает слово берегись? Warning, да, по-английски. Если вы едете, и вдруг перед вами большая желтая или красная надпись, и на ней будет написано, берегись, что сразу вы будете делать? Это заставит всем вашему вниманию немедленно подумать, что происходит вокруг, да? И вот здесь такое предупреждение каждому. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Оказывается, в наше сердце могут входить беззаконные мысли. Заметьте, снова употребляется слово беззаконие. Беззаконие. Люди очень часто имеют проблемы с законом. Они, некоторые, многие люди боятся слова закон. Они опасаются этого слова закон. Они не хотят его слышать. Они хотят только слышать, что они под благодатью находятся. Я очень за то, чтобы мы все находились под благодатью. Я очень скажу, что великая милость Божия и благодать, которую Он явил ко всем нам людям. Но смотрите, предупреждение, которое говорится, берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. О какой мысли говорится? Бог постановил закон свой. И в законе своем сказал семь лет. Вот если человек не имел денег, попал в такое бедственное, трудное положение, не мог обрабатывать свою землю, и чтобы он не умер от голода, он мог продать. Он мог продать свою землю, он мог продать себя самого, он мог продать свое имущество, он мог взять взаймы, деньги у человека и так далее. То есть были люди богатые и были люди нищие. Это всегда так было. Христос сказал, вы нищих всегда будете иметь между собой. Но в законе Божьем было написано семь лет. И после семи лет ты должен прощать. В законе Божьем. Так Бог постановил. Вы знаете, может быть, она кому-то нравится, кому-то не нравится, но это Божьи законы. И вот Бог смотрит на человека и понимает. Вот смотрите. Первый год, второй год, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Давайте подумаем, пришел шестой год. И приходит человек и говорит другому человеку. Приходит брат ко мне, например, я просто привожу этот пример, чтобы никого другого не было обидно, и говорит, займи мне денег. У меня очень тяжелое положение. Я в такой ситуации, что мне просто зажалось, займи мне денег. А у тебя? Так в следующий год, седьмой год, я же ему простить должен буду. Но брат, нет у меня ничего, не могу ничем тебе помочь. Это я на современный немножко лад переменил, то, что там в законе Божьем написано. Бог предупреждает человека и, понимая человеческое естество, говорит, берегись, чтобы не возникла и не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того гласства не сделался, не милостив к нищему брату твоему. И ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя и Господу, и будет на тебе грех. Братья и сестры, что будет? Грех будет. Беззаконие будет. На человеке будет грех. Если ты не милостив к своему брату нищему, я подчеркну еще раз, к нищему, то ты не милостив, и, следовательно, на тебе будет грех. Дай ему, когда будешь давать ему. И не должно скорбеть сердце твое. Ага. Мы находим новое качество сердца. Оказывается, наше сердце способно скорбеть. Хорошо, когда она скорбит со скорбящими, плачущими и утешается вместе с ними. А когда она скорбит, когда надо нищему помочь? А когда она скорбит, когда ближайший, ближний к тебе друг успех имеет в бизнесе, в работе, в деле? И когда он лучше имеет успех, чем ты имеешь, и твое сердце скорбит? В каком состоянии твое сердце? Подумайте над этим. Всякий взаимный успех производит взаимную между людьми зависть. Так говорит нам Слово Божие. Экклезиас, премудрый написал. Не должно скорбеть сердце твое. Вы понимаете, ведь по сути дела это внутреннее состояние человека. Это его... Кто знает лукаво сердце человеческое, кто узнает его, пишет пророк Еремия. Апостол Павел писал, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Кто знает, что скорбит сердце? Вы знаете, может быть на лице у человека такая прекрасная, идеальная маска, и он улыбается и говорит, все хорошо, но вот в том-то и суть, что Бог знает сердце человека. А то, что в сердце, оно обычно вытекает из человека, и в результате этого его действие определяется тем, что у него в сердце. И когда его сердце скорбит, когда он должен сделать добро, о, как это видят люди, о, как это видит Господь. Это грех. Вы знаете, никто его не видит. Недавно нам читалась проповедь, когда вы видели, чтобы человека за это брали на замечание. Вы мне скажите, когда вы видели, человека брали на замечание за то, что скорбит его сердце. И скорбит оно не за то, что у кого-то утрата, потеря, бедствие, несчастье, а скорбит за то, что у кого-то успех. Или же просто, что надо помочь кому-то, кто действительно в нужде, надо от себя оторвать и кому-то дать. И сердце скорбит. Скорбит, что так приходится сделать. А Бог говорит, это грех. Это грех. Это сердце жестоковыйное, если так оно делает, и так оно происходит. И так, что мы уже увидели? Вот мы рассуждаем о сердце сегодня, и мы увидели, что сердце мы можем мыслить, сердце мы можем думать, сердце мы можем скорбеть, переживать чувства, эмоции, ведь скорбь, это уже к эмоциям относится. И все это в сердце. И теперь, когда Писание говорит нам, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, не будьте жестоковыйными людьми. То есть Бог смотрит на свой народ, Бог смотрит на своих людей и хочет, чтобы у своих людей были мягкие сердца, плотяные сердца, не каменные. Он хочет, чтобы эти сердца были расположены на делать милостыни, на делать добро, быть жертвенными, добровольно дающими, чтобы это действительно в радости, чтобы это сердце могло плакать с плачущими, радоваться с радующимися, помогать нуждающимся, чтобы вот это было в нашем сердце. И Бог хочет, чтобы у нас такое было. Давайте мы посмотрим еще с другой стороны на наши сердца. 1 Царств, 7 глава, 3 стих. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу...» Заметьте, что вопрос, как он задает его всем сердцем, не чуть-чуть, не 10%, не 50%, даже не 90%, он сказал 100%. Всем своим сердцем, если вы всем своим сердцем обращаетесь к Господу, то что нужно сделать? Удалите из среды себя богов иноземных и астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. По сути дела, народ израильский был в то время в трудном положении. Филистимляне господствовали над ним. Израильтяне в порабощении. Здесь спасеют, соберут урожай, потрудятся над всем этим, пришли филистимляне, все забрали. Орудия железные им не дают. Народ страдает, бедствует, там убивают и прочее. А Он говорит, всем сердцем своим вы обращаетесь к Господу, расположите сердце свое к Господу. Вот смотрите, два важнейших, в этом стихе два важнейших обращения к нам. Обращайтесь к Господу всем сердцем, и расположите сердце ваше к Господу. Если мы действительно поймем, что мы обязаны и должны это сделать, даже в наши дни, давно нету, может быть, астарств и ваалов, но есть много чего, что в нашем сердце мешает прилепиться к Господу всем своим сердцем, без остатка. Иногда молодые люди говорят, ну я же еще молод, я хочу поиграться в молодости, погулять, провести жизнь интересно, весело. И начинается степ-бай-степ, шаг за шагом, человек чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть там, и уже смотрит, как далек он от Бога. Сердце уже не посвящено Богу, уже занято чем-то другим, уже появились привычки, уже проявились зависимости, уже проявилось то, к чему человек теперь уже больше прилеплен, чем к Слову Божьему. Итак, небольшой такой итог, хотя это далеко не полный, далеко не полный. Сердце – это разум, чувство, воля, совесть, все это в сердце находится в нашем. И теперь, когда мы говорим о сердце, а что я имею в виду, о чем я говорю вообще? Вот сегодня мы слушали, о чем? Это центр человеческого естества. Вот почему Писание говорит, более всего хранимого – храните. И немножко урок истории. Немножечко такой урок истории. Когда-то на Россию, когда она еще называлась Российская империя, и императором в то время был Александр I, решил напасть французский император Наполеон Бонапарт. И вот когда он стоял на границе, ему надо было переходить реку, и он уже решал, в каком направлении ему идти, своей армии, что захватывать, то он сказал такую историческую речь, которая до сих пор цитируется в очень многих учебниках истории. «Если я возьму Смоленск, я возьму Россию за ноги. Если я возьму Петербург, я возьму Россию за голову. А если я возьму Москву, я возьму Россию за сердце». Это слова Наполеона. Потому что он понимал, что центр всего – это все-таки находится там. И государство очень много зависит от всего этого. И поэтому наше сердце, оно очень много зависит, в каком оно состоянии находится. Вот почему, заключая завет с человеком, Бог хочет, чтобы сердце человека принадлежало Богу. И для этого он делает нечто удивительное. Но заметьте, завет, который человек заключает с Богом, он заключает его добровольно. Бог никогда насильно ни с кем завет не заключает. Должно быть согласие стороны человека на завет с Богом. И вот когда заключается этот завет, производится следующее действие. Евреям 8 глава 10 стих. Между прочим, это только лишь цитата Еремии 31 глава. Потому что оригинал этих слов находится у книги пророка Еремии. «Вот завет, который я завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Я вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Оказывается, на нашем сердце должны быть написаны законы Бога. Опять, на этом физическом сердце невозможно написать эти законы. Это говорится о нашем внутреннем сердце, которое является центром нашего человеческого естества, из которого все источники жизни. И если из этого сердца идут эти источники, как вы думаете, какие источники будут исходить оттуда, когда там на нем написаны законы Бога? Какие источники будут течь оттуда? От него источники сердца, но чтобы они были, там должны быть написаны на сердцах наших законы нашего Бога. Законы мои вложу в мысли и напишу их на сердцах их. Проблема, которая сегодня случается у очень многих людей, потому что нету на сердцах написанных закона Бога. Они не вложены в мысли человека. Мысли человека совсем заняты о другом. Грех питает. Им все время хочется этих эмоций, чувствительных таких ощущений. Человек ищет развлечений. Человек ищет удовольствия. Он ищет удовлетворить свою похоть, свою плоть и так далее. Когда на самом деле человек должен жить по законам Божьим, которые написаны у него на сердце. И когда законы Бога написаны на сердце, то жизнь вся человека, это будет жизнь, посвященная Богу. Это будет жизнь, когда человек... Вот Павел пишет, говорит, уже не я живу. Уже не я живу. Уже Христос в моем сердце. И когда это происходит, то меняется самообраз жизни человека. Поэтому, братья и сестры, мы сейчас перейдем к второй части. И я хотел бы просто, чтобы мы поняли. В нашем сердце, внутреннем естестве, должно произойти следующее действие. Должно произойти обрезание нашего сердца. Это обрезание внутренне по духу, как пишет апостол Павел Кремленом. В этом обрезании должно произойти, совлекши ветхого человека с делами его, или как в другом месте написано, распять плоть со страстями и похотями, преобразиться в образ нового человека. Когда человек признал свою вину, признал свое беззаконие, исповедал, отрекся на это, теперь он в чистоте своего сердца, совесть его очищена, порочная. Потому что если кровь тельцов и козлов и пепел, те лица через окропление очищали отскорненное тело, тем паче кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И если это все происходит, теперь человек может заключать завет с Богом. И заключая завет с Богом, теперь человек может жить в святости и сохранить тело свое в чистоте. Потому что изнутри его не будет исходить то, о чем говорил в 15 главе Матфея Иисус. Изнутри исходит блуд, нечистота, злые помыслы и так прочее. Потому что все это когда-то человек позволил войти и в этот сосуд, в свое сердце, в свое естество сложить. Теперь мы поговорим о следующем – тело человека. Вообще, если Писание дает разделение души и духа, составов и мозгов, то есть если душа и дух, и составы и мозги – это уже относится к телу напрямую, то мы понимаем, что живой человек в своем живом естестве, в том, в котором мы сейчас находимся, он важно, чтобы его тело тоже сохранялось в чистоте и святости. И вот я читаю место, это будет Колоссянам, 1 глава, 21-22 стих. «И вас, бывшим некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти». Я не знаю, мне кажется, наверное, это единственное место, которое вот так вместе делает и говорит о теле и о плоти, как тело плоти. «Тело плоти». Я думаю, вот, ну, внимательно посмотрите, и я очень сомневаюсь, что многие люди когда-то делали ударение или обращали внимание на это слово. «Тело плоти». Значит, есть тело духа, есть тело плоти. Так можно задать вопрос, да, если читать это всего. «Смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собой». Бог хочет, чтобы мы все были вот в таком состоянии – святыми, непорочными и неповинными. Тело человека – это видимая, физическая, понятная для нас часть человека. Ну, согласитесь, все мы ее чувствуем, все мы ее кормим, все мы ее лелеем, все мы о ней заботимся, греем, купаем, одеваем, заботимся на высшем классе. Я всегда говорю так. Если бы мы о нашем теле заботились точно так, как мы заботимся о нашем духе, то я думаю, наше тело было бы очень изнурено. Если бы, еще раз, если бы мы о нашем теле заботились так, как мы заботимся о нашем духе. Потому что мы действительно, все мы, включая меня, я думаю, что все мы можем честными, быть самими собой и признать тело свое, мы довольно, скажем, хорошо кормим, заботимся и ведем попечение. Но наш дух, он тут же нуждается в этом. Наше сердце, оно нуждается в этом, чтобы мы такую же заботу и попечение имели об этом. Наша душа, наш дух, наш внутренний человек, он находится воплоти, вот в нашей плоти, в этом человеческом месте, это земная храмина, как угодно можно ее называть, что мы есть. И мы соприкасаемся с материальным, внешним этим миром через пять органов наших чувств. Эти чувства относятся к нашему телу, но именно через эти чувства наш внутренний человек получают соприкосновение с внешним миром. Потому что, смотрите, обоняние, слух, видение, вот то, что мы видим, мы начинаем в нашем разуме размышлять. Наши поступки и действия, они часто вытекают из всего, из этого. Поэтому бывает так трудно разделить на это все. Поэтому зрение, слух, обоняние, вкус и осязание – это качества, которые наш внешний человек, или, извиняюсь, наш внутренний человек, посредством пребывания во внешнем человеке соприкасается со внешним миром. Тело верующих людей – это не только дом для души и духа, но также и дом Божий. Вот тут я думаю, что нам надо очень серьезно-серьезно задуматься. Тело наше – это не только дом для нашего духа, для нашего внутреннего человека, но также и дом Божий. Или, по-другому Писанию говорит, храм Божий. Бог живет в телах верующих людей, Духом Святым, как в своем храме. Бог живет в этом храме, и Он говорит, что наше тело – оно храм. Читаем дальше. Наше тело не принадлежит нам. Нам это может показаться сейчас очень странно. Ты скажешь, как так? Что хочу, то и делаю. Это мое тело. Когда мы видим демонстрации, которые устраивают некоторые части нашего общества, в котором мы живем, и говорят, это мое тело, хочу убить ребенка, в нем убивая. Это мое дело, это мое тело. Это сегодня очень часто происходит. А что говорит нам Писание? Что говорит нам Слово Божье? Что мы должны прославлять Бога в наших телах и в наших душах. В наших телах и в наших душах. Они Божьи. 1 Коринфянам 3.14. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм вы. Вы этот храм. 6.13. 1 Коринфянам. Пища для чрева, чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. Обратите внимание на это. Тело не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Это очень важные мысли, которые человек должен понимать. И с таким мышлением, понимая такие вещи, человек может тогда сказать, исполнить то, что написано в 12 главе кремлянам. Итак, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 15 стих этой же 6 главы. Разве не знаете, что тела ваши, суть члены Христовы? Вы знаете, сегодня пели псалом, начиная мы с собрания. Мы твои руки, мы твои ноги. Я уже слышал некоторые высказывания об этом псалме, когда люди говорят, как это мы можем быть Божьими руками, как это мы можем быть Божьими ногами. Я слышал такое рассуждение. Вполне возможно, сегодня слышали и думали люди точно так же. Я не знаю, может быть нет. Но я во всяком случае уже встречался, когда за этот псалом, который сестры наши пели, было такое рассуждение. Как это мы можем быть? Прямо по Писанию. Не может нога сказать руке, не может рука сказать ноге. А это рука и нога какого тела? Чего тело это рука и нога? Разве не знаете, что тела ваши, суть члены Христовы? И когда мы поем здесь, Апсалом, мы твои руки, тогда посмотрите на свои руки и скажите, а они Христовы? Посмотрите на свои ноги. Что делают ваши ноги? Если ваше тело, если ваше тело принадлежит ему, как вы можете сделать их членами блудницы? Так написано. Отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Задает апостол Павел вопрос. Как может человек свое тело подражать этому миру? Как может человек развращать свое тело? Он член Христова. Это тело принадлежит Христу. Мы очень часто слышим проповеди, слова здесь такие, слова. Это 4 глава Евангелия от Иоанна, где Христос беседует с самарянкой. И когда он беседует с нею, он говорит такие слова. Наступает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться не на Горесе и не в Иерусалиме, а на всяком месте. Истинные поклонники будут поклоняться в духе и в истине. И таких поклонников ищет себе Господь. И таких поклонников ищет себе Господь. Господь ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в духе и в истине. Что значит в духе? Что значит в духе? В духе означает, что человек своим духом соединяется с Божьим духом. А Божий дух может соединиться только со святым, только с праведным, только с чистым. В Писании написано, в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. Только в чистое святое. Но кроме того, даже если человек в духе соединяется с Богом, он никогда не должен забывать следующее. Поклонение Богу должно быть в истине. Я хочу подчеркнуть это все. В истине. Вот смотрите, один простой пример. Сегодня мы видим очень развито во многих церквях служение поклонения. Когда люди говорят, мы выходим на поклонение, мы будем прославлять Бога, у нас служение прославления. Но никогда нельзя забывать, что это прославление должно быть в истине. Потому что по-другому Бог не может его принять. В истине. Пример, чтобы понятно это было. Бог заповедовал священникам своим. Когда вы входите на жертвенник, смотрите, чтобы не открылась ногота твоя. Чтобы ничего выше коленей никогда не было открыто у священников. Для этого они носили длинные одежды, когда они выходили на служение. Бог сказал, ты сделаешь грех, это будет преступление тебе. Смотрите, Он сказал сестрам, чтобы они покрывали свою голову. Это знак власти для ангелов. Смотрите, Он сказал братьям, чтобы в приличном одеянии, чтобы это было. С чистым сердцем. И вот теперь моменты, когда человек выходит сюда на поклонение. Если оно не в истине, оно Богу не угодно. Я повторю это еще раз. Если оно не в истине, Божьей истине. Потому что у каждого человека может быть своя истина, но у Бога одна истина. В Божьей истине, то Богу это уже не угодно. Итак, вопрос. Отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их блудницами? Я этот стих специально разделил на два. Потому что сначала задается два вопроса, а потом ответ. А ответ такой. Да, не будет. Да, не будет такого. Не хочет Господь, чтобы такое происходило. Не знаете ли вы, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, двое будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вот почему, обращаясь к молодым девушкам, молодым юношам, Писание говорит, что вы должны заботиться, как угодить Господу, чтобы быть святыми и Духом, и Телом. Я повторю еще раз. Быть святыми и Духом, и Телом, потому что вы не свои, вы принадлежите Богу. Вы куплены дорогою ценою, вы куплены, вы принадлежите Ему, вы куплены. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божией. Вот это хочет Бог видеть от нас всех, от детей своих, которые приходят к Нему на поклонение, на служение, чтобы они поклонялись Ему в Духе и в истине. И мы должны хранить наш разум, чувство, волю, наше тело от осквернения всяким грехом. И поэтому последнее место, которое я хочу прочитать сегодня перед молитвой, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш Дух, душа и тело во всей целостности да сохранится без порока к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому все то, о чем было прочитано сегодня, что мы должны беречь свое сердце, что мы должны в чистоте хранить свое тело, что мы должны понимать, что все, что входит в наше сердце, а потом истекает от нас и производит действия в нашей жизни. И мы сегодня смело можем заявить, мы можем сохранить себя в чистоте только с Божьей помощью. Сам же Бог мира да осветит вас, и ваш Дух, душа и тело во всей целостности сохранится без порока к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава за все. Аминь.